Закваски фарисейской и саддукейской Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами претерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о закваске фарисейской и саддукейской. В Евангелии от Матфея в 16 главе Господь очень строго увещевает своих учеников, призывает их быть бдительными, осторожными, остерегаться вот этой самой закваски фарисеев и саддукеев. И на протяжении всего Евангелия мы видим, что между фарисеями и Христом ведется какой-то спор, и мы не всегда понимаем, о чем идет речь. Чаще всего в нашем понимании фарисея это человек лицемерный, лицемер, ипокрит, лицедей, человек, который изображает из себя то, чем он на самом деле не является. И каждый из нас понимает, что в жизни иногда нам приходится играть какие-то роли, где мы изменяем самим себе, иногда мы хотим показаться лучше, чем есть на самом деле. И таким образом закваска лицедейства, лицемерия, ханжества, она легко может проникнуть в сердце любого человека. Другая проблема с фарисеями, конечно, это проблема их влияния. Слово фарисей, как вы знаете, означает отделенный, иногда отделяющий, потому что это некая духовная элита, люди, которые пользовались огромной популярностью среди простых людей, потому что они казались более духовными, например, чем саддукеи. Саддукеи были просто партии власти при Иерусалимском храме, священники, которые сотрудничали с римлянами для того, чтобы укрепить свою власть. Поэтому это было более политическое и идеологическое течение. Фарисеи, наоборот, были ближе к народу, потому что они проповедовали некую нравственность, этику. И они стали основателями того, что потом станет раввинистическим иудаизмом, и существуют и до сих пор. И проблема с фарисеями в этом ключе, конечно, вопрос власти. Потому что, когда ты пользуешься большим влиянием, рано или поздно ты испытываешь в своих руках власть, ты легко можешь поддаться искушению властолюбия, любоначалия. И в этом проблема фарисеев. Главное искушение, которое подстерегает самого Христа и его учеников, это искушение власти. Фактически все три искушения Христа в пустыне так или иначе связаны именно с этой проблемой власти. Есть еще несколько эпизодов, где мы видим другие оттенки, связанные с фарисеями. Прежде всего, это люди, которые больше заботятся о внешних предписаниях, о соблюдении внешних правил приличия. Их мало беспокоит то, что происходит внутри человека, в сердце человека. И на этом фоне, конечно, Христос выглядит совершенной противоположностью. Его учение говорит о том, что Бог смотрит в сердца, Он испытывает утробы, внутренний мир человека, наши скрытые побуждения, помыслы, которые, может быть, мы сами еще не знаем до конца, но именно в них находится источник зла и добра. И поэтому фарисеи, и это очень важно для духовной жизни, оказываются очень губительными, потому что они судят только по внешним каким-то проявлениям. В частности, эпизод, когда фарисеи с завистью и одновременно с такой злобой наблюдают, выслеживают Христа для того, чтобы его поймать в свою ловушку, не только его, но и учеников тоже, для того, чтобы упрекнуть Христа, что его ученики, например, не моют руки перед едой. На что Христос отвечает замечательные слова. Он говорит, что человека оскверняет не то, что входит извне, ни пища, ни та грязь, которая на руках. Человека по-настоящему оскверняет то, что исходит из его уст и из его сердца. Вот что оскверняет человека. И поэтому не нужно заботиться о том, чтобы твои чашки были хорошо вымыты. Нужно заботиться о том, чтобы твое сердце было чистым. И, конечно, может быть, самая серьезная проблема фарисеев, то, что когда ты считаешь себя праведником и лучше других, и других приглашаешь тоже быть лучше других, ты начинаешь смотреть на окружающих свысока, со злобой, с раздражением, с тревогой. Именно этим объясняется отношение фарисеев ко Христу. Они в нем видят уважаемого всеми проповедника, но вместе с тем они ему завидуют, они ревнуют и они его ненавидят. И остерегаться закваски фарисейской – это прежде всего быть бдительным, чтобы в твоем сердце не было соблазна, любоначалия, зависти, злобы и раздражения. Тот, кто рядом с тобой и кажется тебе опасным или недостойным, в действительности нуждается в твоей помощи и в твоей любви. И, наконец, вернемся к непосредственному контексту этих слов. Это очень интересный эпизод. Евангелист Матфей рассказывает о том, как на протяжении нескольких дней Христос совершает чудеса, исцеление, он умножает хлеб, он питает алчущих в пустыне. И все это вызывает у фарисеев раздражение, зависть. Они не верят его чудесам, они просят еще совершить чудеса в надежде, что Христос совершит какую-то ошибку или осечку, и тогда можно будет его осудить. И все это приводит к тому, что Христос говорит своим ученикам, садимся в лодку и отплываем на другой берег. Дело происходит в такой спешке, что ученики не успевают купить хлеб. И поэтому эта история начинается с того, что Христос вместе с учениками находится в лодке на Тивериадском озере. И ученики в это время смотрят в свои мешки, в свои сумы, и видят, что у них только один хлеб. И, конечно, они озабочены тем, что же они будут есть завтра. Один хлеб на 12 человек — это не так много. И, конечно, на их лицах изображена досада, раздражение, может быть, они ищут виноватого. В любом случае их лица омрачены. Именно в этот момент Христос для того, чтобы преподнести им какое-то очень важное учение, всегда исходит из того, что он видит перед своими глазами. Поэтому хлеб, которого сейчас не хватает, для него становится отправной точкой для того, чтобы преподнести какое-то большее важное учение, как некую притчу. В действительности тот хлеб, о котором вы заботитесь, может оказаться совершенно непригодным к пище. Его не только мало, но он не утолит ваш голод. Именно с этой скудостью доброй пищи он сравнивает учение фарисеев. И поэтому возникает образ закваски. И, конечно, образ закваски, как и многие другие символы в Библии, они амбивалентны. Они имеют положительную и отрицательную сторону. С одной стороны, Христос Царство Небесное сравнивает с закваской, для того, чтобы все человечество вскисло, как тесто взбродило, поднялось. Точно так же небольшое количество учеников, проповедников способны изменить лицо мира. Точно так же, как небольшое количество закваски, способно изменить огромную массу муки и теста. Поэтому, с одной стороны, закваска – это некая сила, которая совершенно несоизмерима, и тем самым является символом и указанием на божественную силу, которая действует в этом мире. Она невидима, но она от этого не менее эффективна. С другой стороны, закваска – это то, что связано с разложением. И мы легко можем себе представить, что люди, которые живут на юге, больше сталкиваются с проблемой от того, как продукты портятся, оказавшись в тепле. И поэтому закваска – это то, что становится источником разложения. И если перевести на какие-то другие языки, то мы получим слово «коррупция», то, что действительно разлагает и портит. И поэтому фарисеи как будто кладут в душу людей, в их дух, какую-то дурную закваску, которая в действительности не позволяет этому тесту подняться, не поднимает его, а наоборот его разлагает. А апостолы, вместо того, чтобы слушать и понимать слова Христа, по-прежнему заняты своим хлебом. Они не слышат и не понимают то, что их беспокоит больше всего, что же они будут есть на следующий день. И, видя все это, Христос им задает вопрос. Очнитесь, проснитесь, вспомните, что было всего лишь несколько часов назад. Разве вы не видели толпу людей из пяти тысяч, не считая женщин и детей, которые были насыщены, и сколько осталось остатков пищи? Апостолы отвечают на этот вопрос, но они как будто загипнотизированы вот этими силами зла, тревоги, смятения, заботы. И здесь возникает, может быть, самый главный образ, который чаще всего у нас ускользает. Когда мы думаем о фарисеях, мы думаем о лицемерии, о властолюбии, мы любим о внешнем ритуализме, о какой-то внутренней жестокости. Но Христос здесь обнажает самое главное. Он говорит, что все это происходит от того, что просто не хватает веры. Вы видите чудеса, но вы не видите. Вы не доверяете Богу. Вы думаете, что своими человеческими средствами вы сможете лучше решить любые другие проблемы. Например, чудо об умножении хлебов очень часто модные проповедники толкуют, как человеческое чудо, просто вот люди проявили солидарность. И на самом деле не нужен никакой Бог, не нужны чудеса, достаточно лишь солидарности, и все будет в порядке. Пусть люди поделятся друг с другом и останется еще больше пищи, чем было изначально. Может быть, они по-своему и правы. Но все-таки весть, которую говорит Христос, самое главное – это иметь веру. И поэтому это перекликается с теми словами, когда он говорит «не заботьтесь». Не заботьтесь, что вы будете есть, во что вы будете одеваться. Речь идет не о праздности. Речь идет о том, чтобы твоя забота не заслоняла от тебя главной реальности, о том, что Бог может вмешаться в твою жизнь и исправить, все поставить на свои места, решить все твои проблемы гораздо лучше, чем ты сам со своим пугливым, ограниченным умом. И главный урок, который мы сегодня получаем от Христа, это, конечно, его приглашение жить по вере, принять веру. И тогда действительно и в сердце будет чистота, и уста будут чище. И апостол Павел, когда говорит о праздновании Пасхи, тоже употребляет этот образ закваски на каком-то этическом и одновременно экзистенциальном уровне. Разве вы не знаете, что немного дрожжей заставляет все тесто бродить? Итак, удалите старые дрожжи, чтобы получилось новое тесто, пресное тесто, пасхальное тесто, новое тесто, потому что Христос — наша Пасха. И чтобы мы жили вместе со Христом и праздновали его Пасху не на старой закваске, прокисшей, на закваске злобы, извращения, но на пресном хлебе, на новом тесте, искренности и истины. На портале Экзогет.ру с вами был протеерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга.